Еще сегодня большая семья, где все дети спортсмены сидят в детской и никуда не торопятся. Но чемоданы уже собраны. Завтра у самого старшего долгий путь. В Рязани Данила ждут на российских сборах по самбо. Но несмотря на всеобщую радость и важность этого путешествия, у родителей есть повод для грусти. Возможно, следующая поездка и вовсе не состоится. У меня трое детей и в семье два чемпиона, которые в одно и то же время сейчас собираются ехать. Один на сборы, второй на соревнования. Это действительно сложно. Сложно за семейный бюджет это все проплачивать. Только за одни авиабилеты пришлось заплатить 30 тысяч рублей. А еще проживание, питание. Буквально месяц назад все расходы на себя брали детско-юношеская спортивная школа и входящие в нее спортивные приморские клубы, где и занимаются ребята. Но сейчас у организации такой возможности нет. По крайней мере отправлять за свой счет на соревнования абсолютно всех учеников они не могут. Сейчас одна поездка у нас вышла на 50 тысяч. Я думаю, что это последние наши поездки до первенства России, потому что не все родители могут оплатить такую сумму. Многие сейчас кого-то заняли. Я думаю, что часть спортсменов просто уйдет, потому что они не смогут в месяц оплачивать аренду. Аренда за зал в спорткомплексе «Восход», где около сотни подростков занимаются бадминтоном, с 1 сентября резко подскочила. Месяц тренировок теперь обходится в 5 тысяч рублей. Раньше 700 рублей для призеров так и вовсе бесплатно. Но, как объяснили родителям, денег из краевого бюджета поступает недостаточно, поэтому обратиться к семейным кошелькам мера вынужденная. Сейчас будет перед Олимпийский год, что мы будем отбираться на турниры. И я надеюсь, что администрация будет финансировать, что у нас эти проблемы сильно не коснутся. Если отвезти ребенка на тренировку стало накладно только с этого месяца, то приготовить его к занятиям было дорого всегда. Средняя стоимость качественных ракеток – 3 тысячи рублей. Профессиональные кроссовки можно купить за 4-5 тысяч. Форма дешевле 2 тысяч не обойдется. А за 5-7, а то и 12 тренировок в неделю, любой комплект быстро изнашивается. И на этом не сэкономишь, ведь у этих ребят речь идет о профессиональном спорте. Молодой человек с ракеткой в руках, двигаясь вот таким образом по полю, может пробежать до 8 километров. На самом деле это очень сложно представить, но стоит встать на место спортсмена, и все сразу становится понятно. Во Владивостоке бадминтон играет 270 профессионалов. Для тренировок есть несколько специальных залов. Спорткомплекс «Восход», «Гавань» и площадка в ФГС. В Олимпийце ребята тренируются только до октября. Этот рейтинговый вид спорта весьма популярен, и наши спортсмены постоянно занимают призовые места. Причем в соревнованиях любого уровня и по всей стране. А международный турнир «Рашен Оупен», который проходит во Владивостоке, уже 10 лет и собирает сотни иностранцев, только подтверждает значимость бадминтона. Вот эта медаль, когда я первый раз заняла на всероссийских соревнованиях в паре первое место, вот этот флаг Уфы. И когда я пришла в школу, меня дети поздравили так, что сделали такую огромную медаль. На ней все расписались, подарили мне коробку конфет и плакат «Привет, чемпионки». Я, если честно, не ожидала, как-то даже, если честно, расплакалась. Семь лет Полина бьется за кубки и медали. И пропустить хотя бы один турнир для нее означает скатиться к нулевым результатам. Ведь в спортивном рейтинге учитывается как победа, так и само участие. Но сейчас битва Полины куда серьезнее за будущее и право заниматься спортом в родном городе. Валерия Белоус, Андрей Макаров. Новости на восьмом.